Я вас приветствую, уважаемые зрители! Сегодня я расскажу о том, как обеспечить сою достаточным количеством минерального питания и получать высокий урожай с большим содержанием протеина. Вначале я хочу сразу остановиться на одном моменте. Для того, чтобы вырастить сою с высоким содержанием протеина, необходимо выбирать и посеять тот сорт, который сможет генетически обеспечить выдвинутое вами требование. Иными словами, если сорт по своей природе низкобелковый, сколько бы вы ни старались, чудо не произойдет. По причине того, что семена сои богаты белком и маслом, потребность сои в питательных веществах, как правило, выше, чем у других зерновобоговых культур. Как по мне, на данный момент существует избыточное количество данных из различных источников выноса элементов питания с урожаем. Поэтому я буду ориентироваться на средние цифры. Кроме этого, расчет буду производить без учета коэффициентов усвояемости вносимых удобрений. К тому же, большинство из них на данный момент, к сожалению, уже устарели. Предположу, что ваша цель – урожайность в 30 сантиметров с одного гектара. В таком случае, для ее формирования растениями необходимо будет внести в действующем веществе 60 кг калия, 50 кг фосфора и около 20 кг серы. Полную дозу калия и две трети дозы фосфора необходимо вносить осенью под основную обработку. Это может быть комбинация различных видов сухих удобрений – амофоса и хлористого калия, к примеру, сульфата аммония или различные марки комплексного удобрения, к примеру, НПКС 102030 плюс 10 серы. Важный момент, если у вас в хозяйстве сильно лимитирует влага, имеет смысл рассмотреть возможность внесения различных видов жидких комплексных удобрений или жидких смешанных удобрений. Оставшуюся дозу фосфора лучше вносить при посеве в рядок. На рынке сейчас великое множество различных видов минеральных удобрений. Сравнивайте по цене на единицу действующего вещества и выбирайте сами. Главное – соблюдайте агротехнические требования при их внесении. Что же касается азота, данного элемента необходимо очень большое количество. Кроме того, его усвоение неравномерно по фазам развития. До цветения соя усваивает 7-10% от общей потребности в азоте. Я думаю, вы согласитесь, что это небольшой объем. Основное потребление приходится в период формирования урожая. Это главная из множества причин, по которой роль обеспечения азотом в технологии производства необходимо отводить инокуляцией, а не внесению минеральных удобрений. По данным многолетнего исследования Международного института питания растений, применение инокулянтов обеспечивает только за счет биологической фиксации азота до 80% потребности растения. Стоя, вступая в симбиоз с бактериями, образуют на своих корнях клубеньки, которые усваивают атмосферный азот. Под воздействием нитрогеназы происходит ряд трансформаций и в виде аминокислот азот поступает в растения. Взамен бактероид получает сахара и различные органические кислоты. Важно, весь процесс происходит только при достаточной фотосинтетической активности и отсутствии стресса. Поэтому необходимо быть крайне осторожным в выборе доз применяемых страховых гербицидов и, если это возможно, минимизировать риск фитотокса для растений. Легемоглобин способствует переносу кислорода в симбиосомы, содержащие азотфиксирующие бактерии. Для их дыхания, с другой стороны, легемоглобин выполняет буферные функции, связывая избыточный кислород, подавляющий каталитическую активность нитрогеназы. Данный белок является индикатором активности бактероида, поэтому рабочие клубеньки красного цвета, а не активные оттенков серого. Очень часто задают вопрос, когда смотреть клубеньки? Начало образования бактероидов приходится на фазу первого тройчатого листа. В фазе третьего тройчатого листа или началу генеративных фаз на растении должно быть не менее 8 клубеньков. Если при обследовании посевов вы видите вот такую картину, значит у вас все в порядке, вы сделали все правильно и в полной мере обеспечили свои посевы азотом. Существует достаточно много причин, по которым фиксация азота снижается или надуляция не происходит вовсе. Сегодня я подробно остановлюсь на основных из них, а вы можете сами поставить ролик на паузу и изучить перечень подробно. Вероятнее всего, одна или несколько причин, скорее всего, имеет место быть у вас в хозяйстве. Локальное переуплотнение. О причинах его образования я уже упоминал в прошлом выпуске. Это очень частая причина, по которой отсутствует образование клубеньков или они образуются на боковых корнях. Локальное переуплотнение приводит к искривлению центрального корня и ухудшению водно-воздушного режима почвы. В таких условиях растению не до симбиоза, поэтому будьте внимательны к выбору почвообрабатывающих орудий и их регулировкам в поле. Следующая причина – это избыточное количество нитратного азота. Исследования, проводимые на базе опытной станции Воронежской области, наглядно демонстрируют снижение количества клубеньков на центральных корнях. При внесении различных дозировок аммиачной селитры. Однако хочется отметить, что черноземы центральной части России содержат и так достаточно большое количество легко гидролизуемого азота, что могло отразиться на результатах исследования. В любом случае вносить стартовые дозировки необходимо только лишь тогда, когда у вас на руках есть свежие результаты агрохимического обследования. На почвах с содержанием гидролизуемого азота меньше 30 мг на килограмм. На песчаных почвах с низким содержанием гумуса меньше 2% на орошении или загущенных посевов. Доза азота в таком случае не должна превышать 20 кг в действующем веществе. Подрудники Института защиты семян постоянно проводят исследования совместимости инокулянтов с различными препаратами и веществами. Так, результаты по воздействию террама и молебдена показывают снижение численности колоний образующих единиц азотфиксирующих бактерий после их посева на питательной среде. А мы с вами прекрасно понимаем, чем меньше бактерий находится на семенах, тем меньше вероятность успешной инокуляции в поле. Я думаю, никто не станет со мной спорить, что 60 колоний – цифра, которая гораздо меньше, чем 440 тысяч. Поэтому необходимо с осторожностью подходить к выбору компонентов для баковой смеси при обработке семян. Когда вы преследуете цель получения сои с высоким содержанием протеина, важно не забывать вносить микроэлементы. Потребность каждого из них различна. Железо потребляется где-то 300-400 г для формирования тонны семян. Молебдена всего-навсего необходимо 10 мг, то есть в десятки раз меньше. Марганец, цинк, бор также потребляется растениями в различных количествах. Вносить микроэлементы необходимо в определенные фазы, когда растение испытывает наибольшую потребность в них. Я бы выделил наиболее критически важные из перечня микроэлементов, такие как цинк, железо, молебден и бор. Железо является составной частью как мультифермента нетрогеназы, так и легемоглобина, участвующих в работе клубенька и фиксации азота. Цинк участвует в азотном обмене и формировании белка. Учитывая тот факт, что потребность в железе в 40 раз больше, чем в молебдене, а цинка в 6 раз больше, применять их следует, начиная с момента обработки стемян. Молебден важный элемент для сои, как и железо, работает внутри клубеньков. Молебден необходим для нормального азотного питания растений, но его необходимо немного и лучше все-таки снижать риски отсутствия образования клубеньков и вносить его полярно в фазы В1 по В3. Бор нужен растениям в течение его периода вегетации. Он обеспечивает транспортировку ассимилиантов в растении, улучшает поступление в нем азота, а самое главное увеличивает количество образованных цветков и бобов. Поэтому бор вносят в фазу бутанизации, начало цветения. Друзья, когда вам необходима консультация или более подробная информация о совместимости препаратов и накулянтов, а также рост стимуляторов, обязательно обращайтесь к менеджерам нашей компании, работающим с вашими хозяйствами, связывайтесь через наших дистрибьюторов или звоните нам на горячую линию. До встречи в следующем выпуске!